Мы посчитаем. У нас толсток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Строчек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь. У кого не влезает вдруг наша табличка, сделайте следующее. Возьмите свою тетрадь в разворот. Откройте и рисуйте на двух листочках сразу. Понятно? Ячейки должны быть не меньше, чем три клеточки на три клеточки. То есть давайте достаточно крупные ячейки рисовать. Напоминаю, от стыки изображали. Единички, двоечки, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вверху у нас идет ромбик. Это десять. Ромбик с точкой. Одиннадцать. Ромбик и две точки. Двенадцать. Двенадцать. Ромбик три точки. Двенадцать. Ромбик четыре точки. Четырнадцать. Двенадцать. Двенадцать. Ромбик пять точек. Пятнадцать. Двенадцать. Ромбик пять точек и точка. Шестнадцать. 16. Ромбик, 5 точек и 2 точки. 17. Значит, моя табличка закончилась. Дальше специальный символ. Следующий вводится в флажок. Флажок 20, 21, 22, 25, 28, 30. Итак, как будем заполнять? Ну, давайте удобнее всего заполнить первый столбик. Это будет быстро. Так, ромбик и точка. Будет ромбик с точкой. Ромбик и 2 точки. Будет ромбик и 2 точки. Самый простой первый столбец. Ромбик и 3 точки. Так и будет ромбик и 3 точки. Ромбик и 4 точки. При сложении так и получится. Ромбик и 4 точки. Безусловно, простота, да, с которой можно освоить эту систему, она привлекает нас. Итак, ромбик 5 точек и 1 точка. Ромбик 5 точек и 2 точки. Так и запишется ромбик. Так и запишется ромбик 5 и 2. Ромбик и 8. Запишется ромбик 5 точек и 3 точки. А здесь у нас ромбик и 5 и 4 точки. Ромбик 5 и 4 точки. То есть? 19. 19. Все видят? Скажите, пожалуйста, первый столбец заполнен. Попробуй по первому столбецу есть? Нет. По первому столбецу нет? Нет. Да, пожалуйста. Вы когда-то же перерисовываете 5? Конечно. А мы ж такие. Мы ж туда-туда так и будем писать, перерисовывать и опять писать. Второй столбик. Давайте смотреть. Одно из слагаемых у нас ромбик и точка. Так. Второе, одна, точка. Значит, что получится вот в этой ячейке? Ромбик и 2 точки. Ромбик и 2 точки. Ромбик и 2 точки. Опять же, например, кто-то увидел, что удобно прибавлять одну точку. Вот она у нас идет. Поэтому здесь я могу приписать сразу ромбик с двумя точками. Прибавила одну, стал ромбик с тремя точками. Был ромбик с тремя точками. Прибавила одну. Получился ромбик и 4 точки. Ромбик и 4 точки. Еще одну прибавила. Получился ромбик и 5 точек. Ромбик и 5 точек. Да и еще одна точка. Значит, что я сейчас буду делать? Да. Что я сейчас буду делать? Ромбик с тремя и одну. Одну. Но надо сначала не забыть, что я должна отчеркнуть. Да. Итак, отчеркиваю. И ставлю точку. Ну, дальше все весело и просто. Итак, вот мы с вами заполнили первый столбик и первую строчку. Копик, пошли на второй столбик? Да. Надо. Заполняйте, пожалуйста, вторую строчку. Ромбик с точкой. Да и еще две. Значит, будет ромбик и 3 точки. Ромбик с точкой. Да и еще 5. Нам надо сначала записать 5, отчеркнуть и поставить точку. Увидели? Да. То есть, точку мы подвигаем. Сначала пишем пятерочку, потом точку. Ромбик и точка. Да здесь 5 и 3. Будет ромбик 5 и 4. Что здесь у меня стоит? Флажок. Ромбик с точкой. Да здесь 5 и 4 точки. Значит, будет здесь 10 и 10. Переписываем флажок. Свойства таблицы, которые мы написали. Есть ли там какие-то закономерности? Те, кто закончил, ищут закономерности. Не нужно рисовать флажок. Флажок на самом деле уже пойдет работа веселее. Если кто-то у себя уже увидел, посмотрите. Вы видите, что у нас ячейки идут как по диагонали. Самое большое число в табличке какое. Не видно? Как получилось, так получилось. Сейчас вижу и пишу для себя. Спасибо. Спасибо.